Добрый день, мои солнышки! Простите меня, пожалуйста, за то, что так долго не выходила с вами на связь. Прям была какая-то сумасшедшая неделя по работе. У меня прям не было времени записать вам хорошие, полноценные, очень интересные видео. Но вот сегодня выдался такой более-менее день, и спала жара, и к тому же у меня появилось время. И хочу записать вам видео, почему я не пользуюсь никакими кремами вообще. То есть, ни кремом для лица, ни кремом для рук, ни тональным кремом. В связи с чем это связано. Я думаю, что многим будет эта тема интересна, может быть, даже актуальна. До того, как я начала заниматься спортом, у меня состав кожи был совсем другой. Она была сухая и очень часто шелушилась. Потому что я жила в северных районах. Это Дальний Восток, там мороз минус 30 градусов. Кто когда-нибудь жил во Владивостоке, на Сахалине, тот знает. Очень сильные ветра, очень сильный холод. И поэтому, как правило, кожа, она, как сказать, адаптируется к этим условиям, но не совсем. 17 лет назад я пошла заниматься спортом, чтобы привести свою фигуру в тонус. Чтобы стать красивой, упругой, чтобы иметь очень красивое тело. И что вы думаете? Со спортом поменялось абсолютно все. То есть изменился состав кожи. Потому что через поры выделяется пот и выходит жир. Он начинает топиться. Когда вы ходите на кардио, силовые тренировки. Он выходит вместе с потом. Не просто вот как пот, да, как токсичная жидкость. И у меня кожа совсем стала другой. Она стала жирной. То есть вообще поменялась. Не сразу, где-то в течение года. И с тех пор, когда я занимаюсь спортом, или просто даже потею, как бы, она у меня всегда увлажнена. Вот такой вот, в принципе, я даже могу сказать вам не секрет. Вот кто, да, постоянно занимается спортом, тот знает, что состав кожи у них совсем другой. Это связано с постоянным потоотделением. Единственное, что я употребляю для своего лица, это пудру вот такую. Пудра попа. Я ее очень люблю, моя хорошая. Она получается такая очень нежная, серебристая. Сейчас я даже найти таких не могу. То есть очень красивая. Даже не матовая, как перламутровая. Перламутровая. Это южнокорейская косметика попа, кто не знает. И хайлайтер. Джате или Джате. Который я купила в Литуале в том году. На распродаже 1400 рублей он стоил. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот красивенький. Получается, я слегка беру спонжик от пудры. И наношу хайлайтер, чтобы просто подчеркнуть свежесть лица. Вот сюда. Вот видите, слегка так вот он блестит. И тем самым, вот как сказать, немножечко оттеняет. Значит, им еще я пользуюсь его, значит, на глаза накладываю. Но для этого я вам запишу отдельное видео. Секреты моего макияжа, который выдерживает 12 часов времени на работе. Его не надо подправлять. Вот такой хайлайтер, мой солнышки. А для рук я использую детский крем. И то не всегда, а когда наношу лак на ногти. И чтобы лак дольше держался, я использую обычный вот такой детский крем. С витамином А, Ф, с экстрактом ромашки. Стоит он копейки. У нас в городе Краснодаре я его купила в фикс прайсе. Вот полностью руки я не люблю увлажнять. Только вот пальчики и вот так вот. Потому что они мне также со спортом всегда увлажнены. Вот в принципе и все, что я вам хотела рассказать в этом видео, мои хорошие. Занимайтесь спортом и вы увидите, как поменяется ваша кожа, ее состав. То есть вам не надо постоянно какие-то будут крема. Тем более тональный крем, он забивает поры, он их расширяет со временем. Он откладывается у вас и на одежде, и везде. И эту жирность лишнюю придает. Вот об этом я вам хотела рассказать, мои солнышки. Всех люблю, целую и до встречи на моем следующем видео. Я вам неделю назад обещала записать видео про свою косметику и так до сих пор не записала. Но сегодня постараюсь записать, какой я косметикой пользуюсь и почему она мне держится 12 часов без поправления всяких. То есть это и тушь, и красивые тени, и карандаш для стрелок, для подводки, и помада не растекается. Вот эти секреты вам тоже хотела рассказать. А так я косметику использую только когда я выхожу на работу. Когда я не работаю, я не крашу ни глаза, ни ресницы не крашу. Только слегка брови, потому что они у меня очень светлые губы. И обязательно накладываю лак на ногти. Всех люблю, целую, до встречи.